Итак, приглашаю Алексею Затимировичу. Добрый день, уважаемые коллеги, участвуйте, гости конференции. Сегодняшнее сообщение, которое хочу представить, оно находится в тесной связи с той темой, которую я озвучил вчера. Вчера мы говорили о сколиозе, о наших взглядов на это заболевание, а сегодня, в свете того, что с каждым годом, даже по наблюдениям нашего учреждения, по годовым отчетам, патология позвоночного столба прочно удерживает, занимает лидирующие позиции среди структуры всей заболеваемости. Хотелось бы обратить внимание, что существуют периоды в развитии в жизни ребенка, которые являются потенциально опасными для формирования позвоночного столба. И вот, проведя анализ литературных данных, опираясь на наши собственные наблюдения, опираясь на результаты исследований медицинской статистики, физиологов, нейрофизиологов, педиатров, нейронатологов, мы собрали воедино все это, и у нас получилось несколько таких критичных периодов в развитии позвоночника. На этом слайде отображена структура заболеваемости опорно-двигательного аппарата у детей, на примере города Санкт-Петербурга, от 0 до 14 лет. Мы видим, что начиная с 1991 по 1999 год заболеваемость растет практически в геометрической прогрессии. Конечно, отчасти это связано со значительным улучшением за этот почти 10-летний период диагностики. Больше стало инструментальных методов, как сегодня мы будем говорить про МРТ, лучевая диагностика и так далее. На этом слайде, на примере годового отчета за 10-й год, структура тех пациентов, которые находятся у нас на лечении. Мы видим, что 31% это пациенты со сколиозами, в среднем за год через наши стены проходят 1500 детей. Порядка 30% это дети с неосложненными, зачастую осложненными переломами позвоночного столба различной локализации. Наконец, остеокондропатии, различные локализации, другие варианты травм, другая подавление. Все вы прекрасно знаете, что позвоночник представляет из себя сложнейшую структуру. Основные функции его защитная, опорная и двигательная. Я не буду останавливаться на анатомических особенностях строения позвоночного столба. Люди, сидящие в этом зале, все прекрасно знают эти вещи. Итак, как любая сложная структура, позвоночник имеет много слабых мест. И эти слабые места, они тесно связаны с началом, продолжением и окончанием формирования позвоночника. Начало формирования позвоночного столба, зачатки, закладывается уже с 16 дня внутриутробного развития. Многие дамы еще и не знают, извините, что они находятся в положении. А у плода уже начинает формироваться зачатки позвоночного столба. И, наконец, полное завершение роста формирования позвоночника заканчивается к 20-22 годам. Итак, темпы роста позвоночного столба у плода составляют на 4-6 месяц внутриутробной жизни 2,5 см в неделю. Это соответствовало бы росту, как вообще принято, 130 см в год. Это колоссальные темпы роста. После 6 месяцев внутриутробного развития темпы роста снижаются. Так вот, внутриутробный период, практически весь, можно условно назвать первым опасным периодом в развитии и формировании позвоночного столба. Любые факторы, способные оказать неблагоприятное воздействие, практически вовесить этот период, могут привести либо к грубым порокам, аномалиям развития позвоночника спинного мозга, либо к весьма несущественным, которые порой выявляются только в период взрослой жизни. Не для кого не секрет, что зачастую приходит к вам пациент, взрослый, школьного возраста, дети, с болями в пояснично-крестцовом отделе. Проводим банальное рентгенологическое обследование, выявляем наличие диспластических изменений, спинобифиды различные, локализации, аномалии, тропизмы и так далее, и так далее. Родители порой удивляются, как же нам раньше никто ничего не говорил. Нас смотрели ортопеды на первом году, на втором году говорили, что все хорошо. Итак, ребенок родился. Второй опасный период тоже тесно связан с темпами роста. И на первом году длина тела ребенка увеличивается до 24 см. Все индивидуально. И потом происходит постепенное снижение к 3-4 годам. Здесь на этом слайде фотография ребенка с арахитическим кифозом. Конечно, таких детей стало очень мало. Надо поискать по городам и весям, чтобы найти тяжелые арахитические проявления. Но, тем не менее, они встречаются. Так вот, период интенсивного роста, продолжающегося на первом году, период начала формирования естественных физиологических изгибов при неправильном воспитании ребенка. Вчера я говорил, что ортопедия – это воспитание прямого ребенка. Может привести к тем или иным изменениям. Наконец, третий опасный период, который мы выделили характерен для начала обучения в школе. Никого не секрет, что сегодняшняя жизнь диктует условия необходимости колоссального восприятия ребенка информации. Для того, чтобы ребенок пошел в школу, он же, как правило, должен уметь читать, писать. Некоторые школы просто требуют это. И, начиная буквально с первого года обучения в школе, на ребенка наваливается бал информации, продолжительность школьных занятий достаточно велика, количество уроков варьирует в зависимости от того, где ребенок учится. Так вот, гигиенисты давно доказали, есть хорошее исследование, проведенное в 60-х годах еще при Советском Союзе, что ребенок младшего школьного возраста, абсолютно здоровый, должен сидеть не больше двух уроков подряд. Дальше требуется либо большая перемена, либо урок физкультуры, то есть должна быть смена вида деятельности. Длительное статическое нагрузка пребывания, вынужденное пребывание за партой, на стульчике, причем не всегда эти предметы мебели оптимально подходят для ребенка, приводят к тому, что ребенок, имеющий, уже имеющий какие-либо проблемы, обучение в школе может это усугублять. Ну и наконец, в свете вчерашнего сообщения, четвертый опасный период тесно связан с ростовым скачком. Этот возрастной период для мальчиков характерен с 12 до 15 лет, для девочек с 10 до 13-14 лет. То, что мы говорили вчера, 10 лет, 9 лет, 11 лет, период, когда девочка начинает вытягиваться, темпы роста могут составлять до 10-20 сантиметров за год, и в это время зачастую выявляются впервые такие грозные заболевания, как идиопатический сколиоз, не только сколиоз. Ну и наконец, здесь продублированы те вещи, о которых я говорил вчера, по идиопатическому сколиозу, я думаю, что не буду повторять. По этапам формирования трехполоскостной деформации. Наверное, вот остановлюсь только на этом слайде, чтобы еще раз донести ту позицию, которой занимается наше учреждение. Итак, причина так называемого сколиоза, несопряженность роста костного позвоночного столба и важнейшая структура ЦНС спинного мозга. Первые причины целый ряд и окончательно еще не установлены. Что происходит при этом? Первое. Используется резервы физиологического кифоза. Второе. Когда этого резервного механизма недостаточно и данная несопряженность сохраняется, происходит появление первичной ротации позвонков в голодальной зоне. Человек – существо прямоходящее, вперед смотрящее. Это приводит к тому, что возникает дератационный механизм. Ну и, наконец, формируется первичная фронтальная дуга. Это досубклинический этап. Хирурги, ортопеды, родители, врачи, лечебные физкультуры и так далее, сталкиваясь с таким ребенком, зачастую не задумываются, что же с ним произойдет дальше. Нет никакого сколиоза. Есть нарушение осанки. Тем не менее, при сохранении этой несопряженности происходит уже формирование структурного сколиоза классической трехплоскостной деформации позвоночного столба и туловища. И система начинает поддерживать саму себя в процессе дальнейшего роста. Зимний сад. Доброе сообщение.